Наша съемочная группа побывала на уникальной экскурсии, организованной Тверским заводом вторичных полимеров. И увидела, как перерабатывается обычная пластиковая бутылка и что получается в итоге. Подробности у Натальи Чекет. 15 ноября традиционно во всем мире отмечается день рециклинга или вторичной переработки. Обычная бутылка разлагается примерно около трех сотен лет, а при горении пластик выделяет углекислый газ. На заводе по вторичной переработке дают новую жизнь использованным пластиковым изделиям. Флаконы, бутылки, канистры поступают на предприятия со всей европейской части России. Общий объем переработки на сегодня около 2200 тонн по ПЭТ и более 300 тонн по полиэтилену низкого давления. Это флаконы, канистры. Плюс еще, наверное, около 300 тонн мы будем перерабатывать пленок. То есть общий объем переработки превысит, наверное, 2600 тонн. Большая часть бутылок поступает с мусорных полигонов. Перед переработкой грязные бутылки должны пройти очистку от всех лишних примесей в специальном барабане. Большой вращающийся барабан, где она, в самом прямом смысле ее трясут, чтобы из нее убрать какие-то фракции мусора, такие как земля, какие-то металлы, что-то еще прилипло к ней. То есть ее максимально трясут, чтобы она максимально очистилась. После очистки бутылки попадают на автоматическую сортировку по четырам цветам. После этого и ждет ручная сортировка. Дальше путь бутылки продолжается в дробилке, где при помощи большого количества воды острые ножи измельчают пластик. Перерабатывается вся бутылка целиком с этикеткой и крышкой. Из сырья получают хлопья четырех цветов – белый, голубой, коричневый и зеленый. Они отправляются на мойку, где специальным химическим составом удаляется вся оставшаяся грязь. Потом сушка. И теперь уже бывшая пластиковая бутылка или баночка от шампуня может получить новую жизнь. В виде линолеума, коврового покрытия, краски или синтепона. И схлопьев, что зеленого цвета, на заводе производят тейп-ленту, которая обматывает, например, коробки с бытовой техникой.